В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась защита дорожной карты, в которой приняли участие ректор Ильшат Гафуров, директор Елабужского института Елена Мирзон, а также проректора, директора и преподавательский коллектив. Как отметил Ильшат Гафуров, дорожная карта вуза – это не просто планирование работы преподавательского коллектива, а возможность апробации и внедрения собственных образовательных программ. Нужно разработать дорожную карту, как назвать название, мы должны подшагать наши действия, что мы делаем сегодня, завтра, послезавтра и специально мониторить достигнутые результаты через квартал, через месяц. Сначала Елена Мирзон рассказала о достижениях вуза за этот учебный год, новых проектах и программах, научных публикациях, а также об участии института в топовых международных конференциях и форумах. Также она отметила, что институт активно сотрудничает с руководством многих муниципальных районов, включая Елабужский, организует совместные образовательные и научные проекты в первую очередь для детей. Особое внимание в институте уделяется цифровым методам обучения, например, разрабатываются онлайн-курсы по самым востребованным дисциплинам. В Елабужском институте КФУ ведется активная работа с учителями районов Татарстана. Сейчас уже изучаем регламент, готовим письма по созданию ассоциаций учителей технологии приводства федерального округа и по созданию ассоциаций работников дошкольного образования Республики Татарстан. Почему дошкольное образование? Потому что их много, а в Республике сегодня ассоциаций нет, хотя в России эти ассоциации уже созданы. И мы надеемся, что создание таких ассоциаций позволит расширить наше представительство по этим двум темам. Елена Мерзон отметила, что по робототехнике в институте существует широкий охват от детских садов до студентов вуза, потому что эта дисциплина входит в содержание ряда образовательных программ. Анна Глазунова, Лада Гельмольна, Денис Сипайлов, Универньюз.